Всем привет и так что интересного на Доме-2 и за периметром. Алексей Адеев вернулся на поляну из больнички. На лобном сидит отдельно от Альбины. Альбина поздно, но Адеева всё-таки раскусила. «Я ему искренне верила», – пишет девушка, – «но он лишь игрок в этой жизни, отчего несчастен сам. Не каждый умеет ценить хорошие отношения. «Ни о чём не жалею, отвечать негативом на негатив не буду». Алексей Безус держит своё обещание, все вокруг пьют, а он терпит из последних сил. На выходном всю ночь тусил в клубе на трезвую голову. Безус, похоже, промыл мозги любимой девушки, и Таня Репина больше его не ревнует. Решила дать Безусу больше свободы. Такими темпами скоро она согласится и на гражданский брак. Вот Адеев привёл на проект новенького участника Аслана. Аслан Далаев имеет три высших образования в свои 22 года. Лучший мужской блогер Юга России. У него почти 700 тысяч подписчиков. Парень пришёл пока в гости, но, возможно, и насовсем. На Лобном он сидел рядом с Яной Захаровой. А вечером были смотрины в бане, и парня вот сватают к Кате. Но он ей не приглянулся. Захарова говорит, что из-за ухода Димы Васильева она ни капельки не расстраивается. К Диме у меня нет чувств. Я из-за него ни разу не плакала. По отношению к нему я спокойна. Янка знатная вружка, пишут в комментариях. Ходила за ним как привязанная. Не давала проходу ни в спортзале, ни на кухне. А ему нужно много личного пространства. Он не хотел уходить, выкручивался из последних сил. Ведь у мужчины нет ни жалей, ни работы. Пришлось идти к Вике. Вика истеричка, но не такая душная, как Захарова. Также Яна говорит о том, что в её жизни начались перемены. Это что-то сокровенное, говорит. И спрятано ото всех, чтоб не сглазили. Также недавно Захарова жёстко поругалась с Эдиком. Ребята обложили друг друга матом. Алексей Безус приглашает девчонок на проект к Илье. Он умеет печь блины, отжиматься от пола, умеет всё. Но только, ах, не умеет любить. Никита Балыкин выиграл кучу малинок. Победил в спортивном состязании. «Надеюсь», — говорит Алёна Опенченко, «он потратит эти деньги на наш совместный отдых». Ну а до этого девушка показывала в сториз, как она прячется в уборной. Вот разъярённого Никиты. Никита сказал, что уделает меня и теперь всегда будет со мной так общаться. Я сказала, что не буду с ним встречаться. Теперь вот не выхожу из туалета. Вот такие чудные отношения. Алёна, кстати, делает себе новые зубки. Поставила уже временные виниры. В ближайшем будущем планирует сделать мамопластику. Даниэль Чистов вернулся на поляну. Его ждут важные дела. Он будет тренировать любимую женщину, дабы подготовить её к сейшельским каникулам. Наде нужно похудеть на 5-7 килограмм. И он считает, что справится с этой задачей. Кристина Бухенбалта показала свой новый бюст. Вам нравится? Спрашивает. Также вот Кристина нашла способ больше заработать в соцсетях. Она завела аккаунт в ТикТок. Проводит прямые эфиры, набирает там подписчиков. В эфирах Кристина жалуется на то, что ночью без камер Артём становится агрессивным. Вот-вот дело дойдёт до рукоприкладства. Он как будто двойной человек, говорит девушка. Я не понимаю, где настоящий Артём? Артём начал активные занятия в спортзале. Хочет вернуть себе былую форму. Будет теперь зарабатывать, о чём мечтает Кристина. Составлять всем желающим индивидуальные планы питания и проводить спортивные марафоны. В спортивных состязаниях за 50 тысяч малинок заставили соревноваться и беременную Таню Репину. Мы с малышом, пишет она, старались изо всех сил. С большим трудом, но задание она выполнила. Как вы думаете, нормальное ли это отношение к беременной девушке? С учётом того, что накануне конкурса она жаловалась на самочувствие. Ездила в клинику, где ей поставили капельницу. Все подробности в эфире 5 февраля. Алёна Савкина завела новый аккаунт в Инстаграм. Заблокировали мой основной аккаунт, где вас было полтора миллиона человек. На бедную Алёну свалились все беды сразу. Помимо потери работы, она ещё подхватила омикрон. На сроки 36 недель это очень опасно. Валера Блемингран спразднует 33-летие. Праздник получился очень грустным. Это и болезни, и ссоры с любимой. Но, тем не менее, Аня поздравила мужа. В трудные моменты я никогда не повернусь к тебе спиной, пишет она. Хреновато выглядит для 33-х годков, пишут в комментах. Неужели припрётся на Дом-2 за следующей пассией? Джемчугов презентует новую песню. Очень жизненный трек о переменах и проблемах в его жизни. Он надеется по максимуму раскрутить свой хит. Только успокоилась Ира Пингвинова после расставания с Димой, как у ребят случился новый конфликт. Дима приезжал в гости к дочери и наговорил ей новых гадостей. Он со мной очень унизительно общался, раз десять меня послал. У меня была истерика на грани срыва. Ну а Дима говорит ничего подобного, а я разговаривала с ней вежливо. Ира хайпует, манипулирует ребёнком. Вот и свидетель Сахнов, у которого Дима поселился, подтверждает его слова. Милане уже исполнился один год и два месяца. Она стала очень тактильной, рассказывает Ира. Она меня спасает своими объятиями. От неё идёт такая мощная поддержка. Вика Боня воплотила в жизнь свою давнюю мечту. Сибирская девушка в горах, пишет. Мы из Сибири, нас холодом не возьмёшь. Лера Фрост хвастается звёздным знакомством. Очень рада была вновь встретиться, поздравить с новым проектом своих друзей. Мы сможем увидеть Леру в передаче «Тройной удар» на Матч ТВ. Купины рассказали подробности про свою новую квартиру. Чем ещё больше всё запутали. Проект не арендует её для нас, это вообще не аренда. Люди приходят на платформу со своей квартирой и отдают её фонду. Фонд забирает квартиру себе, давая взамен криптолисты. И с криптолистами эти люди уже умножают их на криптобиржи. Какая-то билиберда, никаких прав, никакой прописки. Договор на туалетные бумаги. Чебаняны возвращаются из Дубая в Москву. Все ржут над шубой орая. Выглядит как сутенер. Выдающийся панторез. Кому вы там нужны? Ни рекламы, ни друзей. А хвастались, что будете жить до лета. Максим Моргенштерн рассказал о сдвигах в своём деле. Приёмные по защите прав предпринимателей ему пообещали вернуть украденные денежки. Речь идёт о 4,5 миллионах рублей. Мошенники завладели данными его банковской карты и списали деньги. Оплатили ими годовое проживание в номере отеля в Малайзии. Габозов проводит прямые эфиры с родителями. Любой желающий может поговорить со стариками, спросить у них совета и поддержать материально. На этом всё. Подписывайтесь. Будем сплетничать.